Валерий Курас 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 Год назад нам предложили войти в ВСО, и наш директор отказался. С этого момента пошли бесконечные проверки, которые привели к тому, что 12 марта с нашим директором не продлили договор. Вот история болезни. На это нарушение еще и законодательства. Ведь не подписание и увольнение директора подростки сдаваются за два месяца до его увольнения, а не за один день одного уволили, а второго послали. Это уже человек, который подписывал это, не знает абсолютно законодательства о труде, или он вообще его не читал. Тем более смена руководства происходит в каникулярное время, летнее каникулярное время. Это школа, значит, прочитает, пускай начальник, который это подписывал, который это придумал, что смена руководства происходит. И в каких случаях? По личному только желанию. Второе, по болезни. Третье, по достижению пенсионного возраста или при нарушении трудовой дисциплины. Больше, он не подходит ни под одну категорию. Почему это вы сделали? Это вот задать вопрос. А я приглашаю, коль мы Олимпийского резерва, то я обращаюсь к Владиславу Третьеву. Когда-то были мы немножко знакомы, ну, в далекой юности, для того, чтобы подготовились в Олимпише с Дорфио. Я напоминаю ему и всей команде, и тому же Михайлову. Когда-то вы тренировались в Олимпише с Дорфио. И какие условия были созданы для вас, когда выселили из общежития офицеров, боевых офицеров, чтобы вы там проживали, питались и готовились стать олимпийцами. Сейчас школа Олимпийского резерва. Пожалуйста, обратите внимание, приедьте и разберитесь с этим безобразием. Если говорить о проблемах с прошлым директором, вообще, в принципе, хотя бы какие-то основания вам объяснили, почему, что? Какие-то, может быть, были предпоставлены? Нет, в том-то все и дело. Просто закончился договор. Вы знаете, ребята, на самом деле началась кулуарная война. Вчера уже приходили, да, и кто-то еще, ну, какой-то ФСБшник мне сказали. И начали уже угрожать, начали что-то. Сегодня собирался собраться огромное количество народа. Вся школа, да. Вдруг в середине дня сегодня, когда мы уже, как бы, со всеми договорились, с журналовками, со всеми, вдруг прошла СМС-ка, всем переслали СМС-ка, чтобы отменить это. На три часа завтра перенесли. Да, на три часа перенесли завтра, да. То есть уже началась какая-то кулуарная такая вот возня, да, за нашими спинами. И вот, понимаете, вот это все неприятно. Вы говорили по поводу угрозы, труда угрозы. Какие угрозы? Ну, угрозы, на самом деле, я не знаю, там, что касается администрации, то увольнения, да. Что касается детей, да, родителей, то, что их там не будут брать в какие-то клубы, да, что их не будут там приглашать куда-то, что их будущее, там, типа молчего билета, да, то есть вот какие-то такие. То есть, грубо говоря, звучат фразы такие, что можете поставить грест на какие-то, а с ребенок потом пошло, не в какую школу. То есть это вам прямо было сказано? Это было сказано по телефону. По телефону, причем-то Федерации Федерации. Нет, нет, там не Федерации. Там, как бы, да, как бы это все на уровне частных разговоров, но, как бы, это все дается понять, что у них. Ну, к сожалению, да. Так. Мы все равно, как бы, настроены на то, чтобы бороться, настроены на то, чтобы что-то делать вообще, и как-то отстаивать наш куб. А в 2-3-3 часа не обыкновенно собираетесь собирать? В 2-3-3 часа в Союзе будут пресс-конференции, там приедет Заня Воробьева, да, приедет Нишиня, по-моему, фамилия, как бы не с нами поговорить. Я не знаю, чем это опять закончено, наверное, ничем. То есть она не услышит нас, и как бы никаких движений мы не будем. Да, еще, кстати говоря, угрозы на то, что лучшие тренера могут быть уволены, да, понимаете, потому что, как бы, это такие должности, которые... У нас дети в КХЛ играют на сегодняшний день в школе 14 лет. За 14 лет у нас дети играют в Гусев, Кучеров, да, Жиганов, и Познеш. Очень много детей, которые уже, как бы, выпустились из этой школы и реально играют в континентальной хоккейной лиге, в молодежной лиге. Некоторые уже в Америке уехали, играют в АХЛ, да, как бы. Ну, конечно, вы понимаете, что в школе самый главный тренерский преподавательский состав. Если сейчас вот произойдет самое худшее, и тренеры начнут уходить, то, собственно говоря, школа превратится просто в здание, где любят котов, там, не знаю, для массового катания, у нас есть, для чего-то еще, да, для коммерческого. 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 Урежут лёгкость. А тренеры сами, что по этому помнят, говорят, как они собираются все-таки уходить из руководителя за старым, или что, какие-то разговоры? Мы не можем, конечно, говорить, вам лучше, может быть... Тренеры, тренеры, зависимые люди, да, они должны быть разрустроены при этом директоре, при другом директоре, поэтому... Ну, понятно, что все душой... Потому что я знаю, что нашего года, да, вчера тренеры были как раз у нас... Вчера как бы должно было быть представление нового директора, и это все выложено в интернете, потому что его встретили, умрют они... И наши тренера приходили, да, то есть, как бы, я так понимаю, что здесь... На самом деле, вот мы даже сейчас стояли, и даже женщины, да, администраторы какие-то, вот, которые просто здесь вот, ну, мужики бытовые какие-то вопросы решают, да, они, которые сто дня основания, они всем говорят, насколько порядочный, насколько вообще замечательный, вот, Авачев наш, и насколько жалко, что так с ним вообще себя ведут, потому что, на самом деле, это еще и провокация против его здоровья, потому что, на самом деле, как только это все случилось, у него давление 240, и непонятно еще, что он у него со здоровьем будет. По поводу СМСов, просто не вопрос, что это были за СМСки, а кто их рассылал вообще? Значит, смотрите, вчера вот во время того, как все собрались, да, для представления вот этого нового директора, и когда его встретили у Лукани, и они все ушли, и Клавак и сын ушел, вот, то все родители приняли решение, как бы, да, на то, чтобы собраться сегодня в 5 часов и выразить, как бы, свою поддержку, вот, защиту Овачева. И, как бы, все, все, все договорились, все. И я, вот, например, с председателем родительского комитета разговаривала, и, как бы, с другими дамочками, кто, как бы, вроде как был активен. Никто ничего мне не сказал, сегодня в середине дня, вдруг я приезжаю сюда и узнаю, что, оказывается, была массовая рассылка СМСов, о том, что все отменяется. На самом деле, поэтому мы, вот, и оказались в меньшинстве. Поэтому спасибо хотя бы. А кто расслал эти самые СМСов, все номеров? Нет, нет, нет. Я догадываюсь, что это была замдиректора Ольги Сергеевны, потому что она вдруг, неожиданно, заболела. И перед тем, как заболеть, она, вот, устроила эти все СМСов. Нет, ну, как бы, они же с какого-то номера приходили, не с пустых же. Мы не знаем. Мы не знаем. Мне она не пришла. Она не пришла. Ну, завтра в 3 часа будет, посмотрим, что будет дальше. Огромное спасибо. Если можно, те, кто говорил, представьтесь, пожалуйста, вот имя, фамилия. Мауза Павловна Заранчик. А все ее дают. Кажется, есть все. Елена Астраха. А это СМСов. А, да, у кого-то это СМС-ка есть? Можно, может, кому-то... Ты в маме что-то не делаешь? Из тех, кому приходили СМС-ки, да, есть у кого-то? Приходили, их и нет, как раз. Нет, ну, больше просто кого-то там успели зацепить. Завтра, я думаю, будет гораздо больше информации, и все будет. Подснимут, дорогие. Во-первых, это на сайте. А, да, знаете, написано. Завтра 3 часа, я думаю, что на сайте будет очень много. Просто интересно, кто там написал. Вы понимаете, в чем дело? Происходит такое давление. А, ну, и в Олимпийском комитете должен здесь, в конце концов, разбираться. Но не ПСО, в которое еще не вступит. Он никакого отношения не имеет. Но почему они уже диктуют свое условие? Ну, а ПСО, это пенсионерно-спортивное объединение, хоккей, Москва. Они федеральная служба охраны, да. Мы все это просто знаемые. Вот. Руководит известный хоккеист Кожевников, демократно-олимпийский чемпион, там, и все такое. Все зашибись, конечно. Одно только непонятно. Дело в том, что почему-то от Москомспорта приехал Кожевников сюда. Хотя он является главой вот этого ПСО, к которому наша школа отношения вообще никакого не отдала. Вел на себя, кстати, очень вызывающе там. Но это дело даже не в этом. Для чего создана эта организация? Вот кто-нибудь не может... Дело все в чем. У них есть 10 школ. Все эти 10 школ на сегодняшний день являются реальными аутсайдерами детской хоккейной жизни. Почему это происходит? Причем там есть достаточно крепкие клубы, типа там, вот, Русь, например. Спартак вообще там неизвестно, что происходит. Что с командой происходит. В общем, родители сами отписывают. Потому что, когда у вас дилемма у них... Вот. Организация создана исключительно для того, чтобы получать деньги из бюджета, я так понимаю. Израиледички стоят. Да. И там, значит, их пилить. Их пилить. Потому что, ну, 10 школ – это много денег. Но так как им надо какую-то иметь все-таки нормальную вывеску, ну, потому что реально там можно посмотреть. Ну, в общем, кубок ФСО у них там есть такое, по-моему. Да, да. Выиграли в итоге белые медведи, которые вообще не входят. Понимаете, а такой лакомый кусок... Ну, конечно, глаза загорелись. Просто у вас звонок в Толчетвере за последние два дня. У вас звонок в Толчетвере за последние два дня. Потому что нам все равно звонили еще из двух школ. Из двух хоккейных школ. У нас еще из одной балета. То есть вот как бы... Очень интересно, что вообще происходит в московом спорте. Понимаете? Вот этот человек, Алексей Воробьев, он кто? Но при всем при этом, почему этот человек руководит сегодня спортом в Москве? Откуда он вообще взялся? Потому что снимают директоров школы, это правильно говорит. На самом деле, не сейчас все пошло. Это уже год продолжается. Вот эти школы, там, там, можно задать на сайт. Не будут вообще показывать. Нет, будут показывать. Просто завтра мы все везут до съемок. Потом как раз еще вот несколько школ, в которых все то же самое происходит. Я думаю... Может, приедете завтра сюда еще? До Семьего Союза, если сможете? Ну, вот если сможем, то обязательно приедем. Во-первых, будет больше народа. Тем более, будет официальная религия. Тут интересно, да. Интересно еще выслушать все-таки позицию москового спорта. То есть у нас пора москового спорта. Пока что москового спорта не берет о нас трубки. Они такие. Они сшифруются покруче, чем ГРУ. Недельник, я думаю, скорее всего. Со школы, что ли, только убежал. Пытался разручить жизнь. А во сколько у вас рассказать? Я как вышел, думаю... В недельник, я думаю, с 19-30 сусит, из 19-31 эфир, потом 15-30, 19-30, соответственно. Со школы только вышел ребенок и тут пришел учить дедушку. Слушайте, я бы, честно говоря, не делала бы акцента на Михаила. Михаилов совершенно марионетка. Поставь завтра другого. Наша задача вернуться в Ашоу. Других вариантов нет. Я тут даже не хочу обсуждать этого Михаилов или кто-то другой. На самом деле, на его месте, конечно, может быть вообще любой совершенно человек. Абсолютно левый. Нам за комментариями обращаться все-таки в Москомспорт пытаться или все-таки в это вот ФСО? Нет, как столько... Понимаете, что СОО вам скажет, что они к этому никакого отношения не имеют? Подписал! Подписал! Подожди секунду, вы не понимаете. Значит, Кожейников вчера это откомментировал. Кожейников вчера откомментировал следующим образом, что я сюда приехал не как директор ФСО, а как представитель в Москомспорте. Хотя это очень смешно. И это очень странно, потому что на самом деле никакой официальной должности в Москомспорте, насколько я понимаю, не занимает. У него должность советника какого-то там по хоккею, там что-то такое. Основная его должность это директор этого ФСО, председатель. Это очень странно. Это очень странно, если сказать. Потому что ФСО это как бы организация, которая связана с финансами. То есть мы сдаем свои взносы, как я поняла, что так. Мы сдаем свои взносы, они идут в ФСО, а потом в ФСО со своей высоты может нам какое-то там соревнование какое-то организовать. То есть это огромное... То есть кому, извините, они получают деньги из бюджета? Они получают из бюджета деньги. То есть это совершенно как бы вот такая... Ну, насколько я поняла, я, правда, могу сейчас путаться. Вот получается, что... выделяется определенный бюджет на нашу школу. Так? На электричество, на содержание, на зарплату, на все остальное. Правильно? Она приходит напрямую сюда. А теперь она должна приходить сначала туда, а они будут по школам распределять. Они нам будут говорить, что, пожалуйста, заработайте миллион за год, да? Потому что, ребята... Ну, ведь они же тоже не бесплатно это делают. У них есть бухгалтерия, юристы, там, в конце концов, руководство, да? Которые должны что-то там получать. Зачем? Не говоря уж о том, насколько вообще вся эта система не прозрачна. Я заходил на их сайт, я вообще не понял, чем они занимались. Я долго смотрел. Ну да, есть клубы, все прекрасно. Но дело в том, что эти школы и до них работали, и все было нормально. Для чего это нужно, вот это пятое колесо? Вообще не понятно. Есть москонсор, да? Да, есть москонсор. В конце концов. Есть федеранты... Получается, что каким-то образом... Я просто... Если покажешь, это только оцененный директор. Да, пойдемте, мы там как-то... У нас... Еще, для зала, которые, как бы, выделяются, какие-то средства есть реальные. И они, как бы, уже вольны распоряжаться этим средством, как они нас представляют. Наш директор был против этого выступления. Ну, как я понимаю, чтобы хозяйство замечать, как бы, хозяйство и, конечно, с мамой, да, как бы, все, вот это вот, все, что у него там принадлежит этой школе, он как бы так делал, чтобы мы, дети наши, там, не знаю, там, в новолитых командах могли бесплатно заниматься и так далее. Бесплатно снимать? Вот. Ну, вроде да. Просто я вот пытаюсь праздновать. Вот эти, здесь, 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 на самом деле, на самом деле, это лучше, как и Луи. Да, я даже не могу сказать, потому что слышали, мы ничего. Я, например, тоже не понимаю, если, наверное, о чем, вот я, например, удоверяю, если он туда не вступал, значит, наверное, я понимаю, что это плохо для нашего княза. Тогда... А сейчас они хотят в это вступить, слушая? Сейчас Михаилов уже об этом нужно не забрать? Нет, Михаилов заявил, что... Михаилов вообще ничего не знает, он как бы... его ставят, и вот так вот. Я, как я понимаю, что там будет, да? То есть я пытаюсь понять, как бы, ну, я, как я говорю, зашла в эту тему, я уже все равно пытаюсь подложить, откуда, да, там, откуда этот день, из Московского спорта, из правительства, из вот этого шоу. Через что они теперь будут изучать? Вот эти какие-то моменты. Сейчас я на тебя перезменирую, я сейчас понимаю, что, наверное, все окопы, деньги шли, как-то сюда, да? Ну, не знаю. Мы не знаем. Это и по-разному. Мне волнует, что с тренерами будет. У нас волнует тренерами, чтобы у нас учебный процесс как бы, как бы, у нас не сохранялся. Будет сидеть там, и там, и там, и там, все было хорошо, вот вопрос действительно, зачем менять? Вот, ну, даже если поменяли, вот как бы это, что дальше началось? Вступление в ССО, это какие-то переступления финансов в пользу ССО. Другой вообще крепость как-то. Ну, это, слушайте, это специалист. По-хорошему, вам, конечно, надо бы заводчевать. Да, вот как бы нам заводчевать. Ну, где, ребята, в 3 часа, вы говорите, что он не зимой, а тут все остальные.